Добрый день! Сегодня мы рассмотрим очередной бюджетный кубик 2х2, на этот раз от компании Мою RS2M. Можно видеть на упаковке внутреннее строение. Здесь логотип, здесь не пойми что. Код товара MF8879. Ну и открываем, смотрим что внутри. Серия RS многим нравится, там уже вышли кубики 3х3 и 4х4, ну вот 2х2. Про 3х3 у меня видео уже было, 4х4 не было и пока не планируется, и вот 2х2. Здесь внутри есть еще пластиковый элемент, который нужен для фиксации двушки, которая меньше чем коробка. А коробка у них унифицирована для 2х2, 3х3, 4х4 и 5х5, так же как на Милонгах. Подставочка Мою, классика. Бокс с аксессуарами. Здесь отверточка, которая отправляется, напишите в комментариях куда. И карточки. Вон даже инструкция есть. Маленькая, до удаленной карточки. Не помню, были такие. Ну, неважно. Убираем это все. Ну, рассмотрим сам кубик. Он стандартного размера, 50 мм. Изначально с матовым пластиком, который постепенно становится более глянцевым. Я уже выпускал видео про Милонг 2х2. И отозвался, что тот не самый лучший кубик в этой ценовой категории. Здесь вот есть еще Юксин, который тоже нам будет интересен. Напомню, что кубик RS3M 2020, который часто рекомендует многие в соцсетях, как первый бюджетный куб. Как, в принципе, топовый бюджетный кубик. Компания-производитель, а именно компания Мою, сама признала, что здесь слабоватые магниты. И выпустила версию M+, с усиленными. Но почему-то она нигде, кроме официального сайта Мою, не продается. К примеру, мне не встречалось. Возможно, где-то есть. Но многие продолжают кубик нахваливать. Хотя он явно не идеален, и магниты в нем слабоваты. Но это, опять же, дело вкуса. Если кому-то нравится, то я не против. Только прошу относиться с осторожностью к восхитительным отзывам об этом кубике. Большинство из них написано теми, кто не вращал другие модели. Либо теми, кто перешел с немагнитного. Ну, либо просто любителями слабых магнитов. Никого не хочу обидеть, но RS3M 2020 объективно уступает остальным кубикам этой ценовой категории. Таким, как Miong M и Yuxin Little Man. Да даже кубикам 3х3 от чаи в линейке MS он тоже уступает. Но, опять же, дело вкуса. Нравится матовый пластик и слабые магниты. То он вам подойдет. В нем есть бестолковая система двойной регулировки. Но она положение не спасает. Собирать можно, но есть кубики и лучше. С опасением такой же ситуации я приобрел 2х2. Предполагаю, что здесь могут быть слабые магниты. Но так как компания Mio осознала свою ошибку, то надежда была, что все будет хорошо. И да, здесь магниты нормальные. Если мы возьмем же тот же не самый удачный Miong, который, ну, честно, немагнитный мне нравится чуть больше. Вернее, немагнитный удивляет больше, чем магнитный. То есть магнитный в ряду более хороших кубиков уступает. А немагнитный, он один из лучших немагнитных кубиков 2х2. Здесь же кубик сбалансированный, приятный, быстрый. Не скажу, что от его вращения получаешь незабываемое удовольствие. Но собирать можно. И я на нем даже улучшил свою сотку по среднему времени. Стало, наконец-то, меньше 5 секунд. И на нем самые лучшие сборки, ну, именно по среднему времени. Лучше, чем на всех вот этих, лучше, чем на топовых. И так далее. Не значит, что этот кубик самый лучший. Это значит, что к моменту тестирования именно этой двушки я уже, ну, более-менее прокачал 2х2. И это неплохо. Хорошо, что эта модель позволила мне это сделать. Так что плохого говорить о ней особо ничего не буду. Единственное, что сейчас зима. И когда батареи активно высушивают воздух, у некоторых людей могут быть сухие руки, как у меня. И матовый пластик может выскальзывать из этих рук. А вот 2х2 эта проблема не так значительна. Но иногда такие ощущения были. А летом, когда уже батареи не работают, и воздух, естественно, сам по себе может быть влажным, то я думаю, это не составит каких-то затруднений. А так, вращается хорошо, вращается быстро. Флипов уголков за всю тысячу сборок у меня ни разу не случилось. Кроме того, не припомню. Я закончил тестирование уже где-то неделю-полторы назад, но как-то все, не успевал записать это видео. Собираю я комбинации методов Фридриха и Артеги. Среднее время, как я уже сказал, составило менее 5 секунд. Ну, среднее из 100. И кубик хорош. Да, кубик хорош. Рекомендую ли я его всем? Ну, он определенно лучше, чем Мейлонг. Он определенно оставляет более положительные впечатления, чем трешка из этой серии. Четверку я в том числе не стал покупать, что она большого размера, который уже не актуален наравне со всеми. То есть сейчас четверку размером более чем 60 мм покупать, ну, по крайней мере, мне не хочется. 60-59 для 4х4 это оптимально. Ну, 2х2 этот 50 мм и 50 мм стандарт. Были попытки выпустить 49 мм в компании Ган, но та двушка была плохая. Мне не нравится. Ган 251 вполне отличный топовый кубик 2х2. И, ну, наверное, самый главный вопрос. Какая же бюджетная двушка лучше? И выделять я буду, наверное, вот эти три модели. МС от компании ЧИ, Юксин Литл Мэнджик 2х2 и РС-2М. Дополнительно сейчас поворачиваем. Каждая из них. Эти модели глянцевые. Ну, самый такой универсальный, наверное, все-таки кубик МС. А Литл Мэнджик, он отличный, но такой чуть тяжеловатый. Кому такие нравятся, увесистые кубики, то, наверное, подойдет. Ну, а РС это просто неплохой кубик с матовым пластиком. Да, можно сказать, что у МС тоже такой совсем слегка пластик матовый, но он больше глянцевый, чем матовый. Юксин совсем глянцевый, а этот совсем матовый. В принципе, три равноценных бюджетных двушки, которые можно выбирать, если у вас есть какие-то предпочтения. Ну, самый лучший выбор, наверное, все-таки МС. Вместе с ним еще будет бокс. У них примерно одна ценовая категория. Но мне все-таки по душе ближе МС и Юксин Литл Мэнджик. Это если рассматривать бюджетки. Ну, есть еще хороший Юпо 2М, кубик глянцевый. Но мне кажется, эти вот чуть-чуть поинтереснее. Ну, и посвежее. Не скажу, что когда вращал 2х2 RS2М, у меня какие-то прям дикие были неудобства. Но я просто не испытывал какого-то отдельного удовольствия от вращения этой двушки. Оно было не страшно. Ну, надо открутить тысячу. Ну, хорошо, я откручиваю тысячу. И все. А эти кубики вращались так, что и не замечал, когда эти сборки заканчиваются. Имеется ввиду тысячу. Но все равно, хоть крутил я, быть может, без особого удовольствия, но и без особого негатива. И как-то так незаметно улучшилась сотка меньше пяти секунд. Что, наверное, неплохо. Да, этими кубиками можно собирать и гораздо быстрее. Сейчас 2х2 все модели хороши. Нет откровенно плохих. И на 2х2 на любой модели можно собирать на уровне мирового рекорда. Я так не умею, но кто умеет, напишите, какая модель вам нравится больше. А на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok